Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Мы Манукян Твинс, и сегодня мы на стороне FM, отвечаем на ваши вопросы, поём и... И просто прекрасно проводим время. Да. Представься. Я Карина. А я Марина. В первую очередь мы сестра музыканты, мы пишем свои песни, исполняем их, и, соответственно, радуем вас и наших слушателей. А также мы блогеры, блог мы ведём на канале YouTube, мы в 15 лет решили создать канал, и вот до сих пор ведём его, хотя нам сколько лет? Нам? Уже? Шок, сейчас будет шок. Скоро 23. Да. На самом деле, мы определённую музыку не слушали, но я помню, каждый раз во время уборки, мама включала восточную музыку, потому что она у нас восточная женщина. Да. И мы как-то впитали этот восточный мотив, и даже в наших песнях можно услышать эти минорные нотки Востока, поэтому это очень круто. Это всё благодаря детству, также благодаря дням рождения, на которых всегда играла армянская шумная, шумные песни, поэтому всё детство у нас чисто на восточной и кавказской музыке. Да, но в подростковом периоде мы увлеклись глэм-роком, поп-роком и такой шумной музыкой. Я не знаю, мы очень вдохновились и уже во сколько лет? В 13 лет написали свою первую песню, первоначально на английском языке, а уже потом мы перевели её на русский. Вот. Рок и восточная музыка. А про современную музыку. Для нас она очень разножанровая, очень разнообразная, и для меня лично вот до сих пор смотреть на топы очень непонятно, потому что там находятся песни как поп, как рок, так регги, и распределение всего этого в один список у меня до сих пор вызывает какие-то споры. То есть это дело вкуса слушателя. Мы никогда не думали, что это обыкновенное явление выставлять совсем разный жанр в один список и говорить, какой из них лучше. Но про музыку мы скажем, что в большинстве случаев мы слушаем западную современную музыку, потому что нам очень важно слышать стиль. А у каждого артиста, у большинства артистов на Западе, у определенных артистов разные стили, поэтому нам это очень нравится, мы вдохновляемся. Про русскую музыку я бы добавила, что для меня ей есть куда стремиться, потому что если, опять же, коснемся Запада, слушая западные песни, мы явно можем услышать какой-то определенный стиль. Мы можем выделить артистов, певцов, допустим, та же Билли Айлиш или Мелани Мартинес. У них свое звучание, и это слышно. Среди миллион песен можно сразу понять, чья это песня. А в России, допустим, если же сравнивать, опять же, поп-артистов, которые сейчас на сцене, мне очень сложно даже по голосу понять, чья это песня, кому она принадлежит, кем она написана. Поэтому, мне кажется, мы с Кариной за стиль, и поэтому мы увлекаемся именно западной, азиатской музыкой, потому что мы берем оттуда все такое самое вдохновляющее, да. The Weeknd, определенно. Да, Белани Мартинес, все ее альбомы переслушали. Билли Айлиш, Чарли Пут просто обожаем. И какое? Из азиатских артистов я не могу выделить конкретного, но я могу сказать, что у артиста Бахёна из группы EXO, у BTS тоже есть именно те балладные песни, которые мы всегда заслушиваем. Поэтому вот. Но в азиатских песнях нам очень нравится стиль и построение самих песен. Ты не знаешь, что будет дальше. Да-да-да, ты не знаешь, чего ожидать. Поэтому это очень прикольно. В принципе, мы вдохновились. Да, я только это поняла. Потому что свои песни, принцип написания наших песен, чем-то очень похож на принцип написания азиатских песен, потому что ты не знаешь, что будет дальше. То есть, может сыграть припев, потом не сразу второй куплет, а потом какой-то разлом, как мы это любим делать. И дальше уже куплет, бридж и тому подобное. Угу. Мне очень нравится из российских артистов. Это даже не российский артист, но это Алексеев, потому что мне просто очень нравился его стиль, его звучание. Кажется, когда ты слышишь то его голос, что его музыку в песнях, ты будто улетаешь куда-то. Да, он очень отличался от всего того, что тогда было на сцене. И также, я вот точно не знаю, но есть одна девочка полная любви. Она вот тоже как раз начинает свой путь. И мне очень нравится ее песня, мне очень нравится ее стилистика. То есть, она очень отличается. И, как мы сказали, мы с Кариной за стиль, поэтому мы респектуем таких артистов. Это очень круто. На самом деле, наша семья не творческая. Это семья юристов, документы, печати и все такое скучное для нас. Но у нас мама в детстве очень увлекалась музыкой. У нее, в принципе, есть очень хороший слух и голос. Поэтому, мне кажется, что-то передалось. Она еще хотела играть на инструментах, поэтому мы это реализовали через поколение. Это произошло постепенно, но первый человек, первый артист, который нас вдохновил — это Адам Ламберт. Когда мы в 12 лет услышали его альбом, по-моему, «Trespassing», он тогда вышел, нам было 12, или это был следующий альбом? Но не суть. Когда мы услышали его песни, мы услышали, что в них есть какой-то месседж, в них есть посыл, мы поняли, что, блин, это круто. То есть, человек, он пишет песни, и более того, он выражает свои мысли, он делится со зрителем какими-то переживаниями, не только личными, но и какими-то социальными проблемами. Нас это очень зацепило, так как мы с Кариной сами пишем песни с посылом, и нам всегда важно, чтобы в них был какой-то месседж, который поможет людям. Поэтому Адам Ламберт нас вдохновил, и постепенно вот так вот мы увлеклись музыкой, и понеслось. У нас с сестрой очень продуманный план написания песен, так как в Телеграме у нас есть отдельная беседа, куда мы скидываем все свои музыкальные идеи. То есть я на улице могу услышать какой-то звук, быстро его запишу, скину, скажу, Мара, это очень классный звук, давай его используем. Она говорит «Да». Потом она напевает какие-то мотивы, которые пришли, но он может в душе. И мы это тоже берем. И из этого строится уже мелодия. Да, и в какой-то день мы выбираем, просто освобождаем от всех дел определенный день, садимся, берем синтезатор, ноутбук, программу, и просто все, что мы в этой беседе друг другу накидали, берем и соединяем. Да, и так складываем песню, аранжировку, а затем относим на студию, и уже профессионально ее там редактируем. Я бы сказала, что мы с Кариной от того, что, возможно, мы близнецы, мы очень хорошо друг друга чувствуем, и мы знаем, где лучше вот закончить песню, лучше продолжить и тому подобное. У нас даже мысли складываются одинаково, когда дело касается песен. То есть это два человека, но один мозг. Это очень странно. Я всегда восхищаюсь, на самом деле, вот этим... Биологическим фактом? Да, или связью, потому что мы с Марой можем просто идти по дому, я могу напевать абсолютно любую мелодию, которая у меня в голове, и она присоединится и выстроит просто полную синергию. То есть у нас все идет просто как по маслу во время написания музыки. По поводу песен, мы скажем, что у нас на данный момент выпущены две песни. Как Монаке Антонио. Да, но на студии у нас еще три песни, а зарисовок у нас больше ста. Поэтому очень сложно сказать, потому что мы всегда что-то меняем. И иногда бывает так, что перед уже полным миксингом песни мы останавливаемся и говорим, блин, все-таки мне вот это вот не нравится, надо исправить. И поэтому это, конечно же, затягивает процесс. А так мы выпускаем сейчас постепенно. Сейчас мы нацелены именно на постепенные синглы, а затем посмотрим. Хотя бы в полтора месяца вот одну песню уже классно. Хотя бы. Да, это планы пытаюсь построить. Сейчас надо подумать. Определенно полдня в интернете мы проводим, если не больше. Вот если бы я не была там блогером, музыкантом, я бы просто легко обходилась без интернета. Так как я знаю, что даже если одно отсутствие, отсутствие одного дня, вызывает шумиху в Instagram, ажиотаж в DM. «Марина, Карина, вы живы?» Приходится сидеть каждый день и просто вот вести стори, чтобы люди видели, что мы здесь, мы живы. Но это, конечно, очень не от того, что приходится. Скорее от того, что нам на самом деле очень интересно отвечать своим зрителям. Потому что для нас всегда было важно иметь друзей. А YouTube-канал мы начали вести от того, что у нас было мало друзей. И поэтому, когда нам пишут подписчики, мы считаем, что нам нужно им ответить, потому что наши друзья, как можно не ответить друзьям. Поэтому стараемся в директе отвечать, лайкать и... И проводить время в интернете. Я скажу, что TikTok отнимает много времени, да. Но, блин, там так много плюсов. Я так много узнала, как чистить правильно зубы, как делать правильный макияж. Несколько китайских фраз. Поэтому, я думаю, это еще очень поучительный TikTok. И я даже заметила, что в TikTok очень толерантные зрители. То есть ни в одной социальной сети, ни в Instagram, тем более ни в ВКонтакте, мы не видели того, чтобы зрители поддерживали так друг друга. Поддерживают так автора видео. То есть там автор может снять видео в своих комплексах, а ребята снизу поддержат. Это очень круто. И мне кажется, на данный момент TikTok это наша любимая социальная сеть. Что касается хейта. Хейт от английского ненавидеть. Люди ненавидят людей, потому что кто-то кому-то причинил вред, зло. Поэтому лично у нас я не видела таких людей, которые нас вот яростно ненавидели, или которым мы причинили вред, не зная этих людей в жизни. Да, то есть ненавидеть можно человека, в первую очередь зная его лично. А для нас слово хейт, оно очень даже нелогичное в этом плане. Потому что хейтить это очень необоснованно. Особенно человека, которого ты вообще в жизни не встречал. Может, кто-то тебе не нравится, но чтобы прям хейт, хейт ненавидеть, это очень необоснованно. Да, возможно, у нас был какой-то хейт, но вот ни мы, ни наша аудитория, они никогда такого не замечали. Они даже писали, мы, Нукеан, единственный, у кого нет хейтеров. И мы не знаем, это плохо или хорошо, так как мы слышим всегда, что если у тебя есть хейт, значит, это правильно, ты растешь и тому подобное. Но вот у нас мы никогда не замечали хейта, может, что-то не так. Можно расти без хейта. Я влюбился в вас, но не знаю, в кого точно. Да, 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 такое пишут всегда. Очень странный комментарий. Или, да, бывают такие очень странные люди. Давай встречаться, выберите, кто из вас, типа, что-то такое. Это очень странно и тупо. Поэтому, мне кажется, вот эти комментарии нас насмышили в последнее время. Мы были в Dream Team House с момента его основания. И там мы пробыли две недели. И на самом деле мы поняли, что это очень крутая тема. Это реально крутая тема, потому что наши социальные сети за эти две недели очень быстро выросли. Да. И это именно с того, что мы были активны, что мы были с ребятами, и все это взаимодействие дало большую аудиторию. Но просто нам лично с Кариной было некомфортно находиться в окружении других ребят. В плане, мы привыкли всегда быть одни, особенно когда это касается творчества. Когда мы пишем музыку, мы вообще одни. Мне кажется, поэтому мы с Питера переехали в Москву, потому что мы дома одни, мы можем спокойно творить, писать и тому подобное. А так, TikTok House, я считаю, что это очень крутая тема. Поэтому для тех, кто хочет поднять свою аудиторию... Определенно. Определенно, да. Это очень крутое место. Тем более для общительных, коммуникабельных людей это самое то. Вот чисто нам это не подошло. Но мы никак не против этого. Это очень круто. Про поющих тиктокеров мы абсолютно не против. Это их творчество. Мы никак повлиять на это не можем. Но среди тиктокеров поющих реально есть поющие, которые пишут клевые песни. И пишут уже сами. Это очень круто. И на самом деле очень круто, что ребята начинают пробовать что-то новое. Даже если у них сейчас не очень получается, мы знаем, что все приходит с опытом. Поэтому мы очень как бы нейтрально к этому относимся. Поэтому кто хочет петь, пожалуйста. И кто хочет слушать, поющих тиктокер пусть слушает. Ничего в этом сложного нет. У каждого найдется свой зритель. Угу. Я считаю лидерами мнения людей, которые способны чему-то обучить других людей. И если у лидера есть свое мнение, свой посыл, свои какие-то способности, которыми он хочет поделиться с остальными, то я считаю таких людей лидерами мнения. Да. Я считаю лидером мнения людей, за которыми идет толпа. Да, да, да. Чье мнение очень важно и принимается в обществе. Поэтому... Да, даже не принимается. Это тоже считается лидером мнения. Не скажу, что лидером, но тоже мнением. Лично я не считаю нас лидерами мнений. Я считаю нас друзьями, которые могут помочь человеку, решить его вопрос. Может, психологически, морально. Потому что мы уже сколько тестов проходили, мы очень хорошие психологи. Но это по тестам в интернете. Но, тем не менее, нам очень много пишут в DM, в личку. В директ. В директ. Очень много пишут ребята с личными проблемами, проблемы с семьей. Там у кого-то еще разные проблемы в школе и так далее. И мы с Мариной, конечно же, отвечаем. Да, чем мы можем помочь, мы обязательно помогаем. Тем более, нам не сложно ответить человеку. Ну, потому что мы чувствуем, если не мы, то кто? Раз человек лично к нам обратился, то почему бы и не помочь? Про образование. Мы считаем очень важным развиваться в какой-то сфере. Особенно в той сфере, которая тебе нравится. Вот мы с Кариной всегда увлекались иностранными языками. И уже как четыре года мы учимся в университете и его оканчиваем. На самом деле, у нас был очень сложный период, потому что первые два курса мы учились на очной форме обучения. И нам было с этим сложно. И поэтому мы решили на время приостановить обучение, но затем вернулись к дистанционному. Потому что я считаю, если вы нашли свою сферу, свою деятельность, если вы считаете, что вам нравится юриспруденция, то почему бы и не пойти, не получить образование? Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что слово образование, это как-то узко воспринимается в нашем обществе, потому что образование может быть умение готовить, знание языков. Когда ты сам взялся и учишь язык, это тоже самообразование. Не обязательно диплом или аттестат. Да, поэтому каждый день, если человек учится чему-то, если человек чем-то занимается, чем-то интересуется, это уже самообразование, которое равно образование. Поэтому мы не против образования в любом его виде. Лично мы очень благодарны нашей маме за то, что она, как бы сказать, смотивировала нас пойти на дистанционное обучение, потому что мы уже после двух лет очной формы обучения, мы уже, на самом деле, как-то погасли от университета. Поэтому мы благодарны ей за то, что сейчас мы уже оканчиваем университет. И это очень круто, очень круто иметь диплом, ребята. Поэтому учитесь, это клево. Наши родители сейчас живут в Санкт-Петербурге и работают там юристами. О поддержке близких людей. Сначала, конечно, родители и бабушка не понимали, чем мы занимаемся, потому что, в принципе, мы тоже сами себя искали. Но потом позже, когда они уже видели, что мы устроили фан-встречу, что мы горим этим, что люди тянутся, что нас там репостуют артисты. Я помню это время, когда бабушка радовалась за нас. После этого родители уже стали серьезно воспринимать то, что мы делаем, и, соответственно, поддерживать нас. Лично я считаю, что главное испытание для артиста и любого публичного человека – это не сломаться. потому что каждый день это небольшое психологическое испытание. Даже комментарии человека, даже если на тебя кто-то из друзей косо посмотрит, глядя на то, чем ты занимаешься, это уже как-то внутри, вот знаете, вот такой комок образуется. Поэтому для меня это важно не сломаться. И не только не сломаться, это еще и не изменять себе. Не изменить себе. Я не знаю, как это сказать грамотнее, но поясню. Зачастую мы видим, что люди просто становятся, вот почему говорят, да, зазвездился. Людям говорят так, потому что, возможно, у них появляется какой-то азарт к чему-то, допустим, азарт к деньгам, да, ко вниманию. И поэтому для меня очень важно всегда оставаться собой. На какой бы вершине или где-то там ты ни был, все равно быть собой, быть человечным. Для меня это самое главное, потому что я сама, мы все знаем то, что именно к искренним артистам тянутся люди. Поэтому не сломаться и быть собой, быть искренним. Про иностранные языки на самом деле мы понимаем очень много языков. Да. Мы понимаем, но разговариваем вот конкретно на русском, армянском, английском. Марина уже изучает французский, я испанский и вместе корейский. Корейский у нас лучше французского и испанского. Корейский однозначно. Да, но мы чувствуем тягу к другим языкам, и мы пытаемся себя остановить. Вчера мы с Кариной смотрели какой-то японский фильм и уже на слух понимали фразы. И мы на секунду остановили просмотр фильма и такие, Карин, только не японский, пожалуйста, давай не начинать его изучать. Как бы у нас всегда есть вот эта вот жилка к развитию в иностранных языках, потому что я считаю это нашим самым таким сильным хобби. Да. Которое поднимает нам настроение, в первую очередь. То есть мозг автоматически уже... Узэ. Вот. Я забываю русский. В нашем мозге автоматически уже воспринимают языки, даже вот итальянский. Итальянский мы понимаем, да. Мы установили Smart TV, ну умное телевидение, и там просто итальянские каналы. И мы такие, ага, да, новости, блин, жесть, авария. Да. В 9 утра. Потом такая, стоп, откуда я это понимаю? Просто иногда такое происходит, ты не понимаешь, откуда столько языков. Но это очень круто, потому что чем больше языков мы знаем, тем больше людей мы понимаем, и тем больше друзей появляются в нашей жизни. Да, и это очень хороший метод отдохнуть. Мы просто отдохаем. Как мы изучаем языки, наш совет, как мы выучили, допустим, английский язык, это произошло очень спонтанно, так как в школе мы изучали английский, и мы, на самом деле, до конца 11 класса ничего не понимали, потому что не было никакой методики, схемы. То есть просто какая-то информация, которая заходит в одно ухо и выходит. И мы с Кариной, так как мы увлеклись творчеством Адама Ламберта, мы смотрели его интервью с субтитрами английскими, и уже автоматически как-то все приходило понимание того, что он говорит, и глядя вот на эти субтитры, мы уже выстраивали, значит, типа, ага, это там прошедшее время, после этого ставится это. Все, я поняла эту систему, и чисто вот так вот мы и выучили английский язык. Мы просто находим то, что нас интересует в этой культуре и в этом языке. Точно так же корейский. Нас интересует музыка. И мы просто фокусируемся на музыку, и пытаемся слушать песни, тексты песен, проговаривать. Либо корейское музыкальное шоу, интервью. Мы тоже смотрим с корейскими субтитрами, и нам очень легко воспринимать информацию. Да, и мы наслаждаемся этим временем. Да, просто скажем, что учить иностранные языки, ребят, это абсолютно способен каждый, потому что... Это несложно, как нам говорят в школе. Это очень легко. Главное иметь определенную страсть, а потом уже постепенно вы найдете свой метод. Да, у нас есть рубрика, где мы поем иностранцам видео, чат-рулетки, песни на их же языке. То есть, допустим, китайцы мы поем на китайском, испанцы на испанском и так далее. И первая их реакция, это, конечно же, они вначале вообще ничего не понимают, они смотрят на одну, на вторую, и мне кажется, первая мысль, что у них двоится в глазах. А потом вторая мысль, как я вообще их понимаю? Вроде на моем языке они поют. Да, как бы, это очень забавно наблюдать. Это очень забавно наблюдать. Я продолжу. Я задалась. Конкретного случая у нас не было прям смешного, потому что у нас все случаи очень странные и смешные. Да. Но нам нравится удивлять людей и удивлять в положительном смысле, поэтому... Понимать им настроение, да. Enjoy it. Мы успели спеть иностранцам чат-рулетки на японском, корейском, китайском, французском, испанском, армянском... Русский считается? Русском, украинском... Где-то десять языков еще два. Где-то, да, еще два есть, точно. Это очень сложно сказать, потому что все иностранные языки, они уникальны по звучанию. Но вот мне всегда нравился французский язык, мне всегда нравилось его звучание, и поэтому в университете я просто не раздумывая сказала, «Карина, я буду изучать французский». В последнюю секунду. Просто звучит, да, и как бы в последнюю минуту вот так вот решила, и вот, учу французский. А для тебя? А мне нравится испанский, потому что он очень легко дается. У меня всегда было ощущение, что в прошлой жизни я жила где-то в Испании, меня ударили по голове, и я забыла этот язык. Поэтому сейчас я возвращаю все эти навыки. По сложности? Самое сложное на данный момент для меня это корейский. Именно по звучанию, вот произношению. Потому что какие-то звуки нужно произносить мягко, какие-то твердые, и ты путаешься. Еще учитывая знания других языков, ты просто лучше по-испански заговоришь и пойти в Корею. И еще по поводу корейского языка, на самом деле там у них еще присутствует своя интонация. Да. То есть для нас было непривычно, допустим, смотреть фильмы, где они вообще не изображают эмоции, говорят вот так вот. И где они просто слово, допустим, серьезное, да? Чинча? Серьезно? Чинча? Ну, такие эмоции очень странные, и нам было это забавно. И тогда мы поняли, что там есть своя интонация. Да, потому что в российской речи все просто однотонно. Даже вот я сейчас говорю, могу говорить обо всем, о чем угодно, но все равно это скучно звучит. Да, у нас с сестрой уже есть планы по поводу азиатского рынка, поэтому мы в ту сторону очень хорошо смотрим. Да, поэтому скоро ждите. Так, я не знаю, это уже не помню какая песня, BTS вроде. Ага. Угу. 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 слышать наши песни, которые как раз с посылом, чтобы они им помогли. Поэтому, если уж говорить про то, что в деньгах ли счастье, то если думать вот так вот логически, то... Деньги — это средство для достижения. Да, это средство для достижения счастья. Мы так считаем. Я, на самом деле, так благодарна, что у меня есть сестра-близнец тем, что мы с Кариной, знаете, в наших отношениях с Кариной есть все вот эти ячейки, которые между собой строятся в отношениях там с любимым человеком. То есть мы с Кариной знаем, что такое стопроцентное доверие. Мы знаем, что такое стопроцентная поддержка. И все, что бы ни происходило, всех людей, которых мы встречаем, мы как бы в голове фильтруем через сканер доверия с сестрой. Если они как-то сходятся, если даже на проценте сходятся, мы уже отсекаем, скажи честно. Да, да, да. Скажем так. Поэтому, мне кажется, мы не влюбчивы. Да, мы не влюбчивы, мы больше думаем головой. Идеальные отношения — это взаимодействие. Понимание, доверие, поддержка. Да. Понять с полуслова. Да, это отношения солмейтов. То есть мы с сестрой ощущаем друг друг как вот одной душой. Мы можем молча понять, кто что хочет, о чем она сейчас думает. Поэтому мы также проводим параллель вот с отношением там с молодым человеком, что нужно так же доверять, понимать друг друга. Для меня это идеально, когда вот солмейт душа в душу понимает друг друга. Да, потому что мы знаем такие примеры. У нас есть много знакомых, именно у которых вот такое же отношение, как у нас с Кариной. И мы понимаем, что, блин, это существует. Да, это круто. Поэтому мы считаем, что так. Про тюнинг внешности мы абсолютно не против, потому что любовь к себе — это принятие себя, но не только. Это так же улучшение себя. Для нас очень важно, чтобы мы чувствовали себя в гармонии с своим телом. А если нас что-то не устраивает, мы идем худеть, вот, если меня не устраивает вес. Не устраивает волосы, я иду сразу там в салон, поправляю, не окрашиваю всякие бальзамы и так далее. Поэтому я считаю, улучшать себя в любом случае так же в косметологии — это абсолютно нормально. Да. Конечно же, важно знать меру, и не только меру, а именно то, что подойдет тебе лично. Нужно ли это тебе по-настоящему? Да, да, да. Потому что бывает же, конечно, что сейчас идет тренд вот на очень такую утонченную челюсть, да, и поэтому все просто без разбора идут себе ее делать. Но тут очень важно еще... Здраво подумать. Не то, что здраво подумать, а найти реально вот хорошего, умного врача, который реально посоветует. Что-то не делать или там чуть-чуть не доделать, я не знаю. Да, но согласись, таких немного. Да, таких, к сожалению, немного. Поэтому прежде чем что-то делать, нужно прям серьезно подумать, стоит ли, нужно ли это тебе. И найти хорошего врача. Для себя ли ты это делаешь или для кого-то? Да, 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 это очень важно. По поводу татуировок мы всегда думали, мы прям с детства думали сделать парные татуировки, которые бы олицетворяли нас и которые вот идеально бы вписывали, знаешь, имели какую-то символику. Да, то есть связано с нами. Поэтому вот мы сейчас в поиске, на самом деле, с 10, я не знаю, лет мы находимся в поиске именно такого, может, рисунка или такого символа, который бы точно зацепил нас, и мы вот 100% сделали тату. Поэтому мы думаем над этим. Такое небольшое, но символичное чисто. На самом деле это так сложно, потому что эти три года мы с Марой пытаемся фокусироваться на позитивном, и то, что нас раздражает, мы стараемся забывать. Но я готова сказать, вот что лично меня раздражает, это то, что у нас с Карины в любом споре равны силы. Да. То есть там нет конца. Либо мы спорим, потом тишина, но через три дня, три недели мы снова вспомним этот спор, опять тишина, да. То есть тут очень сложно, потому что мы чувствуем, что мы равны в этом, и никогда у нас нет победившего и проигравшего. Поэтому это меня раздражает. Только вот это вот. Мы не только в позитивном ключе, да, одинаково мысли. Да, 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 да. Ну и когда дело доходит до бытовухи, то мы одинаково начинаем друг на друга злиться и нас не остановить. Сама протри пол, не ты протри, давай раздражай. Ну сможет мама остановить, но она в Питере. Она всегда появлялась во время ссор и на нас вот просто молча смотрела. А потом уходила грустная, мы такие, чёрт, теперь мама обиделась за тебя. Да. Как бы это просто жуткая картина. Да, это бесит. Мы обожаем любить жизнь. Я считаю так, потому что в нашей жизни, я считаю, как бы сказать, we are blessed to have this life. Мы благословлены иметь вообще жизнь. Ну да, мы счастливы, что вообще мы живём, потому что, я не знаю, может это повлиял мультик, который я вчера посмотрела. И плакала. Да, да, да. Мы посмотрели мультфильм «Душа». Он от Дисней, от Дисней, по-моему? Пиксар. Пиксар, да. Он настолько нас тронул, настолько заставил нас задуматься снова о жизни, о её смысле, о всех тех мелочах, которые нас окружают. О том, как можно оценить каждый момент в своей жизни. Да, и мы считаем, что единственное, что мы обожаем и чему мы благодарны, это жизнь. Да, сто процентов. Поэтому, ребят, посмотрите этот мультик, кстати, просто. Телепортация. Пока мы ехали сюда, меня так укачивало, что я просто мечтала телепортироваться быстрее. Даже окно у таксиста не открывалось. Да, у него не открывался таксиста в машине, окно, и я такая, всё, I'm dead. А я бы хотела за секунду делать макияж. О, это тоже способность. Да. Проснулась сразу перед выходом, щёлкнула пальцем, вошла. По поводу политики, мы с Марой не интересуемся ею. Мы интересуемся, вот, знаете, новостями о ней, но никак не лезем глубже, потому что мы люди творческие, и для нас политика это совсем, да, это совсем другое. Это ещё одна информация, поэтому те, кто интересуется, те, кто, так скажем, шарит в политике, you are welcome. Но мы с Марой чисто в творчестве, в музыке, поэтому мы далеки. Конечно же, мы стараемся быть в теме событий, самых важных, но чтобы увлекаться политикой, как, допустим, артисты же некоторые подаются в политику, вот мы не из них точно. Надо сосчитать Грэмми или что? В том числе, конечно. Мы очень позитивно настроены, мы, я не знаю откуда, но в нас всегда очень сильная вера в себя, в своё творчество, в то, что всё получится, поэтому, в принципе, Марина не соврала. Да, давай сосчитаем. Но я надеюсь, что через 10 лет я буду ещё красивее и моложе выглядеть. О, да, да. Это да. Не знаю, у меня ощущение, что лет в 30 я буду вообще... Супер. Аминь. Но мы считаем, мы думаем, что через 10 лет мы будем в профессиональной, музыкальной сфере. Мир будет толерантнее и добрее. Да. Вот. Для меня самое главное, чтобы была толерантность, потому что... Потому что с детства знаем, что такое быть нетолерантным, в плане... Мы знаем отношения людей к людям, также испытывали на себе некоторые вещи, поэтому для меня очень важно, чтобы люди были человечнее друг к другу. Я очень надеюсь, что через 10 лет это наконец-то произойдёт. Я, кстати, заметила, что в промежутке этих 10 лет люди реально немного стали толерантнее. Да, да, да. Поэтому я надеюсь, через 10 лет люди будут ещё добрее друг к другу и будут уже охотно помогать друг другу. Ну, у нас очень много ситуаций было в школе, когда мы были маленькие. У нас была такая тема, как нацизм, расизм. Разные ситуации были такие неприятные, но, слава богу, они нас никак не сломали. Они только... Не сделали злее нас, да? Не, они не сделали нас злее. Благодаря этим ситуациям мы, кстати, очень многим нашим ребятам помогаем в плане нашим зрителям, потому что там не единица людей с этим сталкиваться. Поэтому я рада, что мы в этом плане прошли через это, на самом деле, и понимаем, что это такое. В школе у нас дела были всегда... Вот с одноклассниками у нас всегда были хорошие нейтральные отношения. Просто были там с других классов люди, которые как-то нас недолюбливали, какие-то там переписки кидали про нас. Это всегда у нас так, типа, что это? Или мы в каком-то конкурсе там победили. Смеялись над фамилией. Часто было, когда в актовом зале мы с Кариной всегда были трудолюбимыми, и у нас всегда было много грамот. И в актовом зале всегда там через три фамилии звучит Манукян, Манукян, и там люди ржут чисто Манукян, Манукян. Да. Чисто фамилия. Но так как личности нас никогда, на самом деле, в школе не ненавидели. Да, да, да. Потому что мы были очень тихими в классе, мы были, наверное, одними из самых скромных, я скажу. Да, да. Потому что в жизни мы реально... Мы не идем на такие шумные тусовки, потому что мы в этом плане интроверты. Нам удобнее постоять в углу, где-то в телефоне, постараться, отдалиться, да, нежели побыть вот в самом центре вот этой местной тусы. Поэтому мы были скромными людьми. Ты так сказала, были бы, то сейчас что-то поменялось. Нет, нет. Мы всегда были скромными, мы не достаёмся. Мы всегда были скромными людьми, да. По ближайшим планам у нас выпуск клипа на песню Ай-я-и-и. Он нам понравился, потому что он, в принципе, сделан так, как мы и думали, как мы воображали в своей голове. Поэтому ждите, ребята. Также, если смотреть дальше, то к осени мы планируем альбом. Но это планируем на сегодняшний день, потому что за столько месяцев может что-то измениться. Поэтому... Очень бы хотелось выпустить альбом и именно устроить такой концерт среди своих слушателей, потому что мы очень давно их не видели. И реально не хватает обнимашек с ними. А ещё у нас есть планы по поводу международного рынка. Это наша цель, потому что мы всегда двигались именно на международную территорию. Поэтому у нас в планах есть ещё песни на корейском языке. Ну, это празиатский рынок. Да, но это же международное. Ну, в принципе, да. У нас всегда было ощущение, что мы должны выйти... Не то, что выйти, что мы должны выступать вот за границей. И где-то в 15 лет, когда мы писали песню, мы такие с ним, блин, стоп, мы живём в России, нужно же и в России музыку делать. А, да, точно, точно. Буду по-русски ещё писать. Да, и мы тогда начали уже писать по-русски, потому что все наши песни до этого были на английском. Даже рэп в 13 лет. Да, я вот реально, я сейчас слушаю этот рэп, я говорю, в смысле? Как вы такое написали? Ну, в плане, это очень, знаете, агрессивно-амбициозный рэп. Пой. Помнишь? Да, это просто жесть, да. Очень мотивирующая такая часть. Поэтому у нас в целях международный рынок. Самое главное в жизни это гармония с собой. О, точно. Это факт. Потому что чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был, если ты чувствуешь, что ты не на своём месте, что ты делаешь то, что вроде бы нормально, но вроде бы не твоё. Не клеится. Да, то ты будешь несчастным, то всё равно придёшь домой и скажешь, блин, я занимаюсь не тем, что делать, жизнь такая плохая штука, но нет. Поэтому нужно всегда вот чувствовать себя изнутри, свою душу, и слушать именно вот зов сердца. Я согласна с ней. Ещё бы. Наше пожелание, ребята, любите себя в первую очередь, потому что любовь к себе, она притягивает многие положительные вещи, о которых вы даже не представляли. Фокусируйтесь на положительных вещах, на позитиве, потому что ваш фокус на хорошем распространяет хорошее вокруг. Вы это почувствуете, почувствуют окружающие. Вы всё притянете, это абсолютно так. Так как мы с сестрой увлекались, ну, как бы в 14 лет увлеклись силой притяжения мысли, и всем вот этим вот, за космическим, астрологией тоже, мы поняли, что в этой жизни на самом деле всё очень просто. Все сложности, которые у нас есть, мы сами придумываем себе. Всё притягивается, поэтому, кстати, многие из вас замечали, что вот вы подумаете о человеке, потом он как-то на следующий день или уже позже появится. Мы в этом убедились, поэтому поняли, что всё-таки сила мысли играет определённую роль в нашей жизни. Поэтому, ребята, думайте о хорошем, о хороших людях, о хороших явлениях, и всё будет у вас хорошо. И никогда не сдавайтесь. Вы намного сильнее, чем вы думаете. Это факт. И знайте всегда, что мы вас на сегодняшний день. Псюх! Псюх! Субтитры создавал DimaTorzok